Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии работы Динары Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Жители 23 микрорайона уже который год принимают бесплатные грязевые ванны. О том, где находится такое лечебное санаторие, расскажу я, Амина Смакова. Должникам будут отключать воду. Такие меры, по словам судоисполнителей, являются наиболее действенными. Ежедневно по городу Карагандия отключается 5-6 квартир. Первым делом самолеты. Теперь пилотом может стать каждый карагандинец. Также у нас есть коммерческая форма обучения. То есть любой желающий, который проходит по состоянию здоровья, годен. Грязевые процедуры в Пришахтинске. В 23 микрорайоне во дворе дома номер 39А уже который год подряд оптом закупают резиновые сапоги, чтобы в чистом виде добраться до работы и школы. Без них пройти невозможно. Дороги перед подъездами уже давно не ремонтируются. Ямы наполняются водой, после чего та топит подъезды. Амина Смакова подробнее. Мы живем. Здесь не выйти, не детям. Дети падают в эти лужи. Грязь такая. Это сколько лет может продолжаться уже. Люди уже который год утопают в грязи. Их дети не могут дойти до школы, возвращаются обратно, чтобы переодеться. В грязном виде в школу не пускают. Впору покупать байдарки, говорят возмущенные люди. Дети не могут нормально играться, не могут нормально в школу ходить, потому что каждый ливень, осень, весна у нас здесь такая каша. Без сапог не выйдешь. По словам жителей, близлежащие дороги были отремонтированы по госпрограмме благоустройства дворов. Однако участок дороги вдоль их дома почему-то пропустили. Люди терпели до последнего, но недавнее событие их настолько возмутило, что они решили не сидеть сложа руки. Мы такие же налогоплательщики, как и все. Налоги точно такие же у нас, они не меньше. Почему на нас не хватает средств? Почему в городе все делается? На наш дом никогда не хватает средств. Даже элементарно у людей похороны вынести покойника невозможно. Приходится бедным родственникам нанимать за свой счет насос, откачивать воду, чтобы вынести покойника из дома. Это нормально. Что в этом дворе происходит зимой и весной, даже представить нельзя. В летний период эти лужи для детей становятся настоящим аквапарком. А в холодную пору на радость детям здесь можно устраивать целое ледовое шоу на коньках. А вот пенсионеры стали постоянными клиентами травмпункта. Зимой, я говорю, ты нас чуть насмерть здесь не убилась. С работы шла, вот здесь чуть не убилась. Я думала, я еле удержалась. А представьте, дети, вот школа, вот одна школа. Вот представьте, в больницу ходить. Ну это что такое? Они до школы не успеют дойти, уже грязно. Конечно, мы сами, мы оба, у нас оба, представляете? Это что это такое? Никакой реакции. Хочется, чтобы наши власти пришли в своих дорогих туфлях и каждый день ходили по этим. Им, значит, жалко. Им как раз не жалко встретиться с жителями и выслушать все жалобы по поводу ремонтных работ. Приехал заместитель Акима Октябрьского района Жан Мрзагали. Жильцы дома номер 39 сразу же осыпали представителей местной власти всеми интересующими их вопросами. Но вот когда делали лапки, лошадь, нам сказали, что все дворы сделаны, все дворы там в 23-м. В 23-м где пройдешь, все дворы делали асфальт и бордюры. На самый главный вопрос, почему ремонтники обошли эту часть двора 23-го микрорайона, заместитель Акима Октябрьского района ответил, что это связано с распределением бюджета. Бюджет не резиновый. Сколько нам выделяют, в каком количестве выделяются бюджетные средства, в этом размере пытаемся восстановить как можно больше дворов. По окончанию такого незапланированного собрания, Жан Мрзагали пообещал жителям, что на следующей неделе ситуация, связанная с их двором, будет частично решена. На следующей неделе мы есть с этим все горельником временно. Также мы подали уже бюджетную заявку на 14-й год, где мы учли восстановление асфальта в этом дворе. В случае поддержки финансирования мы следующим годом восстановим все бордюры поставим, детские площадки отремонтируем и асфальт положим. А вот насчет того, что вы будете засыпать его, это уже точно на следующей неделе. На следующей неделе мы горельником засыпем. Местными властями жильцам было обещано засыпать чебенка двор на следующей неделе, а уже в следующем году заасфальтировать его. Если этого не произойдет, то жильцы намерены обратиться к самому президенту и перекрыть центральную дорогу. Амина Смакова, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Должникам будут отключать воду. Такие меры, по словам судоисполнителей, являются наиболее действенными. Компания Караганды-Суб приобрела устройство, позволяющее перекрывать воду индивидуально в любой квартире многоэтажного дома. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Здравствуйте. Государственные судебные исполнители, откройте, пожалуйста. Спасибо. Гражданам, не выплачившим задолженность по коммунальным платежам, теперь будут отключать канализацию. В департаменте по исполнению судебных актов началась широкомасштабная акция «Праздник пройдем без долгов», приуроченная ко дню Конституции Республики Казахстан. Перед началом акции судоисполнители проводили с должниками разъяснительную работу. Это мероприятие имеет республиканский масштаб и продлится до 30 августа. Мы сегодня выехали на исполнение у нас сотрудники Караганды-Жилу и СУ. Караганды-СУ у нас, получается, они приобрели новый прибор, называется «Паучок». Это, получается, не входя в квартиру должника, мы могли преимущество перекрыть им канализацию. Для борьбы с недобросовестными плательщиками компания Караганды-СУ приобрела аппарат, позволяющий отключать канализацию в квартире должника. Ранее, чтобы лишить недобросовестного гражданина воды, необходимо было перекрыть все квартиры по одному стояку. От этого страдали ни в чем не повинные люди. По словам Марии Богдан, пресс-секретаря компании практика показывает. В 98 случаях из 100 в течение трех дней должник оплачивает всю сумму задолженности, несмотря на ее размеры. С крыши опускается зонт. Это специальное устройство, которое позволяет отлечить недобросовестного плательщика доступа к канализации. Ежедневно по городу Караганди отключается 5-6 квартир. На одну процедуру отключения канализации тратится в среднем 30-35 минут. Марк Бышко, Боржан Алипов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Очередная злая шутка заставила понервничать десятки людей. Вечером 13 августа неизвестный позвонил в детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии, что расположен по улице Магнитогорская, 3, и сообщил о том, что здание заминировано. Как выяснилось позже, никакой бомбы так и не нашли. Вечером 13 августа сотового телефона в службу пожаротушения аварийно-спасательных работ позвонил неизвестный, который сообщил о том, что в детском доме заложена бомба. Горий шутник бросил трубку, после чего в считанные минуты к месту происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб города. Из пятиэтажного здания детского дома эвакуировали двух охранников. Дети сейчас находятся на летнем отдыхе. При осмотре здания взрывное устройство так и не было найдено. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Один из домов, что на 17-м микрорайоне, находится в бедственном состоянии. Вода неизвестного происхождения из бесхозного колодца топит их подвалы. В квартирах жильцов уже нечем дышать, запах сырости повсюду. Проблемой разбирался наш корреспондент. У меня две внучки в школу ходят. Посмотрите, какой арыктичок. И школа рядом есть. Вдруг, не дай бог, несчастный случай. Кому притягивать? Самосуд устраивать, да? Самосуд устраивать кому-то, да? За домом номер 38 17-го микрорайона протекает целая речка. Вода неизвестного происхождения, которая вытекает из ливневого колодца, принесла жильцам немало головной боли. Уже в течение пяти лет она попадает в общедомовую канализацию, которая из-за этого забивается. И все результаты жизнедеятельности людей попадают в подвалы. А вот кто хозяин злосчастного колодца, жители уже на протяжении долгого времени узнать не могут. КСК несколько раз в неделю вызывает специалистов из Караганды-Су, чтобы прочистить подвалы. Помимо этого, КСК с жильцами чистят колодцы собственными силами. Недавно они вывезли из него три КАМАЗа мусора. В прошлом году во время сильного потопа работники КСК успели вовремя обесточить дом и вытащить щитовую наверх. А если бы не успели, там вообще где-то, наверное, 5 сантиметров осталось до щитовой. Ребята успели, даже они утонули в этих сапогах даже. В доме проживают в основном пенсионеры, дети, люди с ограниченными возможностями. Жильцы бьют тревогу. Скоро начнется школьная пора. Рядом с речкой находится школа. Дети будут проходить мимо колодцев, которые не закрыты люками. Чтобы обезопасить себя, люди прикрывают их досками, но те быстро гниют. Глубина колодца, из которого вытекает вода, составляет около полутора метров. Вот полутора метра мы прокопали в прошлом году, вот она и стоит. Вон сколько воды. Вон сколько воды. И вся вода в подвал. И что, вот это всё. А дом как? Тут здравствуйте нет. Жильцы опасаются, что их дом скоро станет аварийным. Из-за постоянной сырости постройка медленно садится. По словам уставших от разбирательств людей, уже около 50 сантиметров дома ушло под землю. А в одном из подъездов на пятом этаже уже начинает обваливаться панельная плита. В квартире Людмилы Косорезовой, как и в подъезде, стоит запах сырости. Женщина ежедневно борется с грибком в ванной и туалетной комнатах. Однако очевидных результатов пока нет. Недавно она попробовала сделать ремонт в спальне у внуков. Эксперимент не удался. Свежие обои не продержались даже недели. Когда ходишь по ее квартире, такое впечатление, что полы скоро провалятся. Хоть снимай, вот смотрите. Все, грибок начинается. В октябрьском Акимате в курсе событий, происходящих в этом доме. Комиссия в составе представителей Акимата, компаний «Теплотранзит Караганда» и «Караганды-Су» выезжали к ним. Но они не смогли установить, откуда именно течет вода и в чьей собственности находится колодец. Сейчас его передает собственность ЖКХ. По улице Кузимбаева расположен большой ливневый коллектор, который давно уже не эксплуатировал. Он находится в нерабочем состоянии. И сейчас у нас в отделе ЖКХ города Караганды. В принципе, все вот эти сети будут им передаваться. И уже после решения вопроса финансирования будет производиться работа по очистке данных ливновых коллекторов. Местные власти обещали разобраться с проблемой в течение недели. По их словам, дом не может давать посадку, но проверку обязательно проведут. Серегжан Маулитбайт, Олегин Рашитов, Марат Култенов, Асата Айбедолов, 1-й Карагандинский. Далее короткая реклама. Не переключайтесь. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. Первым делом самолеты. Теперь пилотом может стать каждый карагандинец. В городе планируется открыть курсы управления сверхлегкими самолетами. Это хобби на радость каждому жителю шахтерской столицы, чью душу неумолимо тянет небо. О том, как можно получить корочку пилота, узнавали наши журналисты. Авиационный учебно-тренировочный центр построен недалеко от аэропорта Сарарка. Уже в сентябре сюда смогут приходить первые курсанты. Центр организован для учеников старших классов школ Караганды. Для поступления в центр ребята сдают тесты на знания основ географии, математики и физики. И весь учебный год после школы изучают аэродинамику и навигацию. А ближе к лету проходит медкомиссию в Астане. Допуск к полетам получают только те, кто обладает идеальным здоровьем. После успешного завершения курсов школьники получают пилотское удостоверение. Ежегодно учебное заведение планирует выпускать около 35 дипломированных специалистов. В центре предусмотрено обучение и на коммерческой основе. Для желающих стоимость таких курсов составляет примерно 10 тысяч долларов. Также у нас есть коммерческая форма обучения. То есть любой желающий, который проходит по состоянию здоровья годен, ну и готов оплатить обучение, также может пройти курс обучения в нашем учебном центре с получением пилотского удостоверения. Новая модель спортивного самолета «ФК-14 Полярис» предназначен для низколетной авиации. Размах крыла его чуть меньше 10 метров, а высота 2,5. По словам коменданта аэродрома, самолет может развивать скорость до 235 километров в час. Сейчас в авиационном центре уже есть два низкоплана немецкой фирмы. Еще два таких планируется привезти в ближайшее время. Самолет «ФК-14 Полярис» был приобретен в нашем ТО в апреле месяце 2013 года. Вес самолета 310 килограмм. Он относится к сверхлегкой авиации. В планах организаторов создание в авиацентре развлекательной индустрии. Первые шаги уже сделаны. При аэродроме уже к концу лета будет создана смотровая и детская площадки. Мирамгус Алкимбаева, Жаслана Мандыков, Асхат Айбидулов, Первый Каргандинский. Завершился конкурс на присуждение образовательных грантов. Имена тех, кто в ближайшие 4 года будет учиться за счет государства, уже опубликованы в официальной прессе. Средний конкурс на одно место составил 3 человека. Востребованными специальностями в этом году стали биология, международные отношения и география. За возможность обучаться бесплатно боролись около 69 тысяч абитуриентов. Из них почти 51 тысяча претендентов имели сертификат ЕНТ. А 16 тысяч абитуриентов сдавали комплексное тестирование. По информации Национального центра тестирования, обладателями образовательных грантов стали 30 758 человек. Из них 21 064 человека поступили на казахское отделение. 9 694 на русское. В период с 14 по 17 августа в Караганде пройдет финал пятилетней спартакиады Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Об этом представителям СМИ рассказал исполнительный директор Спортивной федерации пожарных и спасательных МЧС Республики Казахстан Николай Микин. Соревнования проводятся с целью обеспечения необходимого уровня физической подготовленности и выработки необходимых морально-волевых качеств сотрудников органов МЧС РК. В финале спартакиады будут участвовать команды победителей региональных соревнований Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей. Соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, легкой атлетике и мини-футболу пройдут 15 и 16 августа на стадионе «Шахтер». Жизнь, понимаете? Это самое главное. То есть смысл в чем? Смотрите, у нас не просто так проводится спорта, она спонтанно появляется. Нет. У нас вначале проводятся соревнования среди подразделений. То есть мы вовлекаем всех, кто у нас служит, вовлекаем в спорт. А это уже немаловажно. Понимаете? Вот это цель. На этом у меня все. С новостями спорта вас ознакомит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Столичный хоккейный клуб «Борыс» в рамках прецезонной подготовки принял участие в Кубке Президента Республики Казахстан и сумел победить. В «Борыс» в финале Кубка Президента Республики Казахстан по хоккею переиграл Ханты-Мансийскую Югру 4-3. В первом периоде на шайбу Артема Булянского ответил Дмитрий Упер. Во втором россияне вышли вперед благодаря броскам Андрея Шефера и Евгения Хвостова. На что астанинцы сумели ответить только о сирене от Романа Старченко. Заключительный период остался за хозяевами льда. Роман Старченко и Андрей Гаврилин принесли «Борысу» почетный трофей. Напомним, ранее в поединке за третье место Хабаровский «Амур» победил Подольский «Витязь». Билеты на матч «Шахтер-Селтик» за выход в групповой этап Лиги чемпионов УЮФА поступят в продажу 16 августа. Билеты на этот поединок, который претендует на статус исторического, будут продаваться только в Караганде и Астане, в сети магазинов «Меломан» и на стадионе «Астана-Арена». Цена билетов, как сообщалось ранее, будет варьироваться от 300 до 2000 тенге, в зависимости от места на трибуне. Это все спортивные новости среды. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok